Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World. Наша ежедневная информационно-аналитическая программа и ее ведущий Александр Лущенко. И вы сейчас удивитесь, тема, которую мы будем рассматривать, тот вопрос, который был вами, многими из вас задан, и тот вопрос, который я ежедневно отслеживаю на улицах наших городов или моего родного города, он весьма парадоксален. Представляете, пробовали вы обратить внимание на то, сколько людей, находящихся на государственной службе, ходят в так называемой униформе. Вот реально, посмотрите вокруг себя. Может быть, вы не всегда обращаете внимание, может быть, вы не всегда замечаете. Ну, вот смотрите. Ну, мы знаем, что военную форму носят военные люди, да? Или, как писал Казьма Прудков, военные люди защищают Отечество. И в соответствии с различного рода международными конвенциями, связанными с защитой прав как комбатантов, так и некомбатантов, то есть военных участников конфликта и невоенных участников конфликта, все военнослужащие в условиях боевых действий должны иметь военную форму с соответствующими знаками различия и знаками отличия. Допускаем, что военные могут носить военную форму. Я сам очень долго ее носил. Ну, что сделаешь? Это была обязанность. Это записано в уставе, в общевоинских уставах вооруженных сил. Причем военная форма состоит из трех видов форм. Это, естественно, полевая, которая применяется при занятиях на полигонах, тактических полях, на стрельбищах. И затем форма повседневная, которая используется при проведении классных теоретических занятий, да, ну, групповых упражнений, скажем так. И третий вариант формы – это парадная, потому что единственная структура, которой предписано законом участвовать в гарнизонных мероприятиях с участием войск, это и есть как раз вот те самые войска. Давайте разбираться дальше. Смотрите, я вот начал перебирать структуры различного рода, которые на халяву носят штаны различного цвета. И так и не могу понять, а для чего? Вот смотрите, форму имеет, форму серьезную, приравненную, ну, практически по стоимости, может быть, даже дороже, чем военную, имеет, например, ФСБ. Вы видели хоть одного офицера на улице в мундире ФСБ? Нет, не видели. Нет, они не ходят в мундирах. Они же ходят в тихоря, в черных очках, там, в каких-то шортах, там, в панамах, это самое, там, с задумчивым видом, и вы никогда его не определите. Для чего ФСБ нужны форма, мундиры, причем тоже трех качеств? Полевая, повседневная и парадная. Вы видели когда-нибудь офицеров, не офицеров, фу, господи, офицеров, этих самых, ну, служащих, так называемых, да, следственного комитета в форме? Вот этих вы видели. Если у вас вызывают следственный комитет, меня вызывали в следственный комитет несколько раз. Я видел, они там сидят в этих рубашках, там, в голубых кителях, там, такие расслабленные. Вы видели прокуроров в форме? Вы видели прокуроров в форме? Потому что все судебные процессы, которые у нас транслируются, там везде прокуроры находятся в форме. Вы видели в форме судебных приставов? Конечно, видели в форме судебных приставов. Они приходят у вас забирать холодильники, телевизоры, автомобили ржавые, ну, за то, что вы, там, не уплатили вовремя, там, какой-то налог или задолжали банку, да? Они все ходят в форме. Я задаю единственный вопрос. Кому это нужно и зачем это сделано? Посмотрите на железнодорожник. Почему у нас проводник железнодорожного вагона выглядит, или машинист тепловоза выглядит по своему качеству военной, этой самой служебной форме круче, чем иной армейский генерал? Ребят, это элементарнейшее, четко продуманное, красиво разработанное афера тех органов государственной власти, тех государственных монополий, которые придумали себе, каким образом получать откат с предприятий, например, по пошиву одежды. Вот, начали шить одежду для, ну, скажем, прокурора, да? Генеральный прокурор, или, там, управление тылового, или, там, снабженческого обеспечения. Генеральный прокуратура заключает контракт на пошив, там, ста тысяч, там, комплектов формы одежды для сотрудников прокуратуры. И все те, кто умеет шить, все швейные фабрики, тут же, с конвертами, с портфелями, с пакетами, с банковскими переводами, летят в сторону начальника этой службы тылового обеспечения, или службы снабжения этой прокуратуры, для того, чтобы выразить ему свою признательность за то, что он в ходе вот этого государственного контракта, или как там оно сейчас называется, тендера, да, аукциона, изберет именно его фабрику, которая будет шить эту форму. Вопрос, элементарнейший вопрос. Для чего прокурору, судебному приставу, ну, допустим, сотруднику Следственного комитета, сотруднику Федеральной службы безопасности, нужна специальная форма одежды трех категорий, полевая, повседневная и парадная, если он не участвует в полевых занятиях вообще никогда и не участвует в боевых действиях, если распознать его в повседневной форме одежды можно по служебному удостоверению, и если законами Российской Федерации не определено, что он обязан участвовать в парадах. Нету такого. Для чего? Для того, чтобы бабки спереть. Для того, чтобы на тыловое вещевое обеспечение так называемых вот этих, вроде бы как силовых структур, направлялись определенные бабки и тихонечко перекачивались куда? Объясняю. Начальник департамента, например, объясняю, не указываю пальцем и не называю фамилию. Начальник департамента снабжения, ну, скажем, там, Следственного комитета, какой-нибудь там вот моей родной, к примеру, Саратовской области. А жена его, директор, например, не обязательно жена, может быть, любовница, может быть, брат, может быть, сват, может быть, бабушка, может быть, сын. Он является директором швейной фабрики, которая готова изготовить необходимое количество комплектов формы одежды для сотрудников, например, Следственного комитета. А почему бы нет? А вопрос другой. А нахрена сотрудникам Следственного комитета формы одежды, в которой их можно опознавать и ясно, четко определять на улицах города? Тем более, что носить форму одежды, я вам как военный человек говорю, они не умеют. Они не склонны к этому. Вы понимаете, если военный идет в военной форме одежды, и он совершенно четко знает требования устава о правилах ношения военной формы одежды, он несет ее на себе так, как положено. Но различного рода чмо, от которого я наблюдаю, идет человек в неглаженных брюках, с этими самыми пузырями на коленках, с массой морщинок на брюках с обратной стороны колен, с расстегнутым воротом рубашки без галстука, если это рубашка с длинным рукавом, так не положено, без галстука и с расстегнутым воротом ночью только рубашка с коротким руком, и без головного убора, и с исключительно измятыми, безуставочными погонами. Он напоминает какого-то клоуна, неприятно на это смотреть, это просто не эстетично, но он при этом носит знаки различия и знаки отличия. Вот в чем вопрос. А оказывается, ребят, нас просто дурят, нас просто дурят, форму носить никто не хочет, не умеют. Вопрос конкретный, элементарный, почему низкооплачиваемый учитель должен в своем классе, в своей аудитории протирать свои собственные штаны, а высокооплачиваемый прокурор или сотрудник Следственного комитета должен протирать казенные штаны или там таскать казенные штиблеты. Так же, да? Это огромный, огромный пласт нашего бюджета. Зачем мы снабжаем вот этим шерстяным, полушерстяным, шинельным, обувным, обмундированием, снабжаем вот этих вот людей, совершенно непонятных. Посмотрите любой американский фильм, ну какой-нибудь детективный, да? Где вы видели там прокурора, обвинителя в суде, в казенном мундире? Да нигде. Человек просто сидит в своем собственном пиджаке и протирает свои собственные брюки на этой скамейке. Вы представляете, как вот на всем этом наживаются? И при этом еще эту форму позорят, не умея ее носить. Спасибо, друзья. Денежки-то ваши капают туда, вот этим. Счастливо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok